Следующим пунктом нашей поездки будет город Хмельницкий. Я там ни разу не был, но вроде бы как городок небольшой. Пишут, что ничего там супер-сверхъестественного в нем вроде бы и нет. А может и есть. Но вот сейчас доедем и увидим. Вот какой суровый у Волги багажник. Полная машина картохи. Вот это, да, вот это правильная хозяйская Волга. Так, Хмельницкая область. Ну вроде бы удалось забронировать то ли отель, то ли хостер. Точно я не знаю, что именно. Но доедем, разберемся. Речка Вовк, которая протекает через город Вытычев. Я слышал, что этот город славится знаменитой рыбой из речки Вовк. Но что-то весь город проехал. Никак не могу найти те места, в которых эта рыба продается. Что-то нашел. Правда, там написано, что жива рыба. Но сейчас пойдем поищем неживу. Точно, вот этот рыбный рынок знаменитый. Надо сходить. Обязательно. Тут целый рыбный павильон. И грибы, и рыба. Все, что душе угодно. Итак, Хмельницкая область. Здесь уже конкретно леса. Слева, справа, куда ни кинь, почти везде лес. Ну и, соответственно, грибы, ягоды, рыба из рек и все остальное. Ну, также, кстати, развито садоводство. Много яблок, груш, всевозможных сортов, цветов и вкусов. Должен отметить, что в западных областях придорожная инфраструктура, то есть закусочные, кафе, рестораны, отели, мотели, развиты гораздо лучше, чем в центральных областях. Вот как здесь, например. И это начиная где-то с Винницкой области и дальше туда уже проблем с выбором отеля при дороге нет. За цены я не знаю, не спрашивал. Но то, что всегда найдется место, где можно остановиться, покушать и, если что, переночевать, это я уже знаю на 100%. Вот мы в который раз переезжаем через реку Пивденный Бух. Но здесь она маленькая-маленькая, узенькая-узенькая. Не река, а так, ручеек. Пожалуй, пора заправиться. На Укарнафте обычно самый дешевый газ. Вот пылятство. Только я мимо проехал, не туда, куда надо. Ну ладно. Надеюсь, до следующей заправки дотянем. Я таки вернулся на эту заправку, чтобы заправиться газом по 7,85. Но не только для этого. Напротив заправки есть вот такое кафе с интересным таким названием. Оно называется Два Пэва. Не Два Пива и не Два Пэва, а именно Два Пэва. Местный колорит меня просто завораживает. Въехали в Хмельницкий, когда уже начало темнеть. Сейчас времени остается разве что найти наше место ночлега и прогуляться по вечернему городу. А завтра уже будем искать и рассматривать достопримечательности. Так, мы с большим трудом нашли наш хостел. Один раз проехали мимо него. Поскольку дорога здесь с односторонним движением, точнее улица здесь с односторонним движением, то пришлось хороший такой круг нарезать. Так, значит, вот он наш хостел. Ну, правда, не совсем хостел. Общежитие научно-культурного центра по Бузжи. Ну, в общем, стоит недорого. Сейчас посмотрим, что за эти деньги предлагают. Так, а ну что мы получаем за наши скромные 80 гривен с человека? Ну, вполне прилично. Шкафчик, два стульчика. Ай-яй-яй, я рукаверстал. Так, две односпальных кровати, полотенца, простыни, телевизор, даже холодильник. Барсетку возьми. Ну, одним словом, условия вроде бы как не хуже, чем в отеле Пивденный Бух. Только там было еще и дороже. Так, ну-ка, сейчас оценим санузел, так сказать. Так, это чего? А, это соседняя комната. А, так, это блочная система, это как в общежитии. Так, душ. Вроде бы как. Так, умывальник. А здесь, да. Туалет, бойлер. Ага, значит, по идее, должна быть горячая вода в душе. Хорошо. Ну, за такие деньги, я считаю, условия не самые плохие. Нормально. Располагаемся. Кстати, да. Окна металлопластиковые, новые, красивые. Сквозняки через них не гоняет. Шум города через них не проникает. Короче, зашибись. Условия то, что надо. Я настолько сильно уважаю рыбу из латычьего. От запаха аж голова кружится. Что даже раскошелился на своё любимое пиво баварское францисканер. Ох, сейчас будем отдыхать. Так, ну, до францисканера ещё какое-то там спон там немецкое, но не знаю. Где-то тут я видел, по-моему, даже иероглифы на китайском. Так и есть. Короче, попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...